Кубок России по настольному теннису, или как его еще называют пинг-понгу, собрал лучших игроков со всей страны. В первенстве принимают участие крымские спортсмены из города-героя Севастополя. Это их первое выступление на таком уровне, где они смогут получить свой первый российский рейтинг. Кубок России по настольному теннису традиционно проводится в городе Сочи. Потому что это массовый, любимый многими миллионами вид спорта. Сегодня у нас участвуют команды из 15 субъектов Российской Федерации. Отличительная особенность в том, что проводится в постолимпийский период, когда город преобразился, участники отмечают это. Настольный теннис по праву считается массовым и любимым в нашей стране еще с советских времен. В любом санатории, на базе отдыха или на спортплощадке во дворе всегда можно было найти теннисный стол. Я считаю, что лучшего настольного тенниса вида спорта вообще не существует. А что он развивает? Он развивает все. Значит, это реакция, это внимательность, это сила, ловкость. И вообще, на мой взгляд, овладеть техникой настольного тенниса, высокого мастерства, сродни где-то с искусством. Чтобы достигнуть уровня мастера спорта, потребуются годы тренировок. Только тогда можно ждать приглашения на Всероссийский чемпионат. Эдуард Апагуни занимается настольным теннисом уже 18 лет. Начинал совсем мальчишкой. Сейчас уже входит в состав сборной Краснодарского края по этому виду спорта. И теннис для него стал не просто хобби, но и профессией. Сегодня хотим показать все на то, что способны, проверить себя. Кубок России – это очень сильный турнир, поэтому здесь все сильнейшие команды собрались. Я думаю, показать хороший теннис. Здесь родные стены, родные пенаты. С 1988 года настольный теннис входит в число олимпийских видов спорта. Правда, пока чемпионов в этой дисциплине среди россиян нет. Лидерство удерживают китайцы. Но наши спортсмены надежды не теряют и уже сразу после Кубка России отправятся на сборы в Хорватию, где будут готовиться к чемпионату Европы.